МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как противостоять распространению и употреблению наркотиков? Какие профилактические акции проводятся сегодня? И как общественность может помочь в противодействии наркомании? В нашей студии помощник начальника УФСКН России по Самарской области Александр Мачугин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Татьяна. Ну, вообще... Здравствуйте, уважаемые телезрители телеканала ГИС. Ну, вообще, тема, конечно, серьезная. И те люди, которые попадают вот в такие ситуации, когда ребенок или какой-то член семьи в это зло втягивается, становится жертвой, то это, конечно, ситуация, можно сказать, страшная, иногда трагическая и серьезная. Потому что преступная сеть, конечно, хорошо развита и организована. И вот хотелось бы узнать, как профилактическая работа может противостоять вот такой организации, да, и насколько она может быть эффективной и равноценной, вот равноценно противостоять этому злу. Как она должна быть построена? Спасибо за вопрос, Татьяна. Но я бы начал, знаете, с чего? Все-таки, что 11 марта 2015 года Федеральная служба на контрольной Российской Федерации отметила свое 12-летие. Так. С момента подписания указа президента, с момента, как... Опыт работы есть. Да, и чтобы непосредственно... Мы говорим сегодня о профилактике, но чтобы вначале телезритель узнал, все-таки, какая работа была проведена нашим управлением, только нашим управлением, была проведена работа, было изъято около 2 тонн 700 килограммов наркотиков. Это бы... То есть до наркопотребителей не дошло более 12 миллионов доз. Это за год? Нет, за 12 лет. А, за 12 лет? Да, за прошлый год было изъято 656 килограммов наркотиков. Вот, таким образом, вот я подчеркнул, 12 миллионов доз не дошло до потребителей. Управлением было выявлено более 21 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность была 274 организованных групп и 8 преступных сообществ. Ну, вот это вкратце. Кроме того, хочу подчеркнуть... Да, но это вы в целом по своей работе ведомства вашего говорителя. Да, хочу в целом подчеркнуть о ведомстве ФСКН, да, что мы работаем также и по другим странам по всему миру. И пресекаем и контрабандные поставки наркотиков в нашу страну. В общем-то, работа вот эта вот нами ведется. Это вот основные задачи, которые стоят перед ФСКН. В первую очередь, борьба с организованными формами преступности, с преступными сообществами. Ну, наряду и с этим, тоже самой основной задачей, которая ложится на ФСКН, это координация деятельности в сфере профилактики наркомании. И, кроме того, значит, и государственную федеральную программу в прошлом году была под программой принята программа реабилитации и социализации. И в каждом субъекте тоже эта работа проводилась. И у нас 9 февраля губернатор подписал номер 50, 9 февраля 2015 года, постановление правительства, где именно под программой, в эту государственную программу, которая антинаркотическая называется программа, именно вошел под пункт номер 2 реабилитации и социализации. И, в общем-то, на эту тему до 2020 года будет выделено в целом на программу 274 миллиона рублей, а на реабилитацию и социализацию 266 миллионов рублей. Для чего это делается? Это, в первую очередь, самое главное, чтобы у нас и в регионе, и в целом в стране как бы снизить спрос на наркотики. Не будет спроса на наркотики, не будет его избыта. И в этом основная задача, которая в целом стоит перед всеми нами. Потому что, например, я как представитель Федеральной службы наркотики, вы все понимаете прекрасно, что единственными силовыми методами эту борьбу не прекратить. Поэтому здесь должны работать как и силовики, правоохранители, также и органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, субъектов, муниципальные образования, религиозные конфессии и общественные организации, чтобы объединить все усилия и направить на ту работу, которая бы и поборол этот незаконный оборот наркотиков, и также профилактика, реабилитация, реабилитация, как мы сейчас говорим. И вот наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, коль мы обсуждаем тему профилактики наркомании, одну из таких крупных акций, профилактических таких акций, это непосредственно уже восьмой год мы проводим, проводим даже в году, организатором этой акции выступил ФСКН, где мы привлекаем всех-всех-всех органов исполнительной власти, то есть сюда входит и Министерство здравоохранения, Министерство социально-демографического развития семейной политики, Министерство спорта, Министерство образования, здравоохранения, все-все-все. Это вы про какую акцию говорите? Это вот про акцию сообщить, где торгуют смертью. И хочется подчеркнуть телезрителям, что вот с 16 по 27 марта эта акция проходит на территории тоже нашего субъекта, как и в целом во всех субъектах Российской Федерации. Но до кончания этой акции еще остается время. Мне хотелось бы узнать об эффективности этой акции на примере прошлых лет. Вот в чем ее эффективность? Вот знаете, в чем эффективность? Даже мы, например, приведем такой пример. Где-то в общей сложности к нам приходит в Управление Федеральной Союзной контроли около 600 обращений граждан. Заявление обращений граждан около 600. И вот эта акция проходит 11-12 дней весной, вот в марте и в ноябре осенью проходит. То увеличивается обращение граждан, где-то по 200 обращений к нам приходят. То есть люди понимают, потому что средства массовой информации об этом широко освещают. Потом мы непосредственно распространяем всеразличные буклеты. И вот в автобусах, в трамваях, в метрополитенах. Вот такие вот наклейки распространяют. Если можно показать, то посмотрите, уважаемые телезрители. Здесь указан телефон доверия 335-66-88. Это телефон, который работает круглосуточно, на который можно позвонить. Как о наркопритоне, так же о сбыте наркотиков, употреблении наркотиков. На различную тему. Кроме того, есть различные буклеты, потому что я подчеркнул, что работают все в одной упряжке с этим. И вот здесь телефоны есть непосредственно, такие тоже. В основном мы распространяем это в больницах. Ну не мы, волонтеры распространяем, которые мы даем. Здесь указаны номера телефонов и Самарского областного наркодиспансера, экстренная психологическая служба и телефон доверия наш. Стоишь на любую тему, так же, как спасти своего ребенка, как помочь ему, вот, как помочь в целом со-зависимым людям. Все, которые находятся рядом с наркозависимым, они являются со-зависимыми. Поэтому всем вот эти вот службы оказывают помощь. И так же работают, ну на наши сайты интернетовские можно заходить. И где вот об этой акции широко это все рассказывается. И все телефоны там найдут. Да. Вот, не знаю, подтвердите или опровергните такую информацию. Сказали, что недавно стали в школах распространять такие жевательные резинки, ну типа вот таких конфет, резинок жевательных, с содержанием нарковещества, раздавать детям бесплатно. И то есть они буквально после первого приема уже получают зависимость, а потом уже платно за деньги можно вот эти резинки. Ну вы знаете, я понял, Татьяна. Поэтому, знаете, это такие уже ужасы. И вот как вот строить профилактическую работу, чтобы вот дети с самого маленького уже возраста не... Ну вы знаете, здесь у страха глаза велики, конечно, понятное дело. Все это... Мы работаем тоже на опережение. И знаете, вот до 2014 года было, например, очень сложно, когда вот этот новый вид синтетических наркотиков появился. Вот Спайс и его разнородные вот эти вот такие же синтетические наркотики. Да, мы сразу же отреагировали. Ну никак в жвачках их нет никаких. Поэтому это все уже люди просто распространяют слухи, что вот так вот... Ну мы не встречались с того, чтобы в жвачке было вот это. А вот как курительная смесь, это беда. Да, действительно распространяют эти наркозбытчики. И вот здесь вот самое главное, дали хоть нам руки развязали Федеральной службе наркоконтроля, в том плане, что раньше, чтобы, например... Вы понимаете, что каждые чуть ли два дня и выходит на мировой рынок новый вид наркотика синтетического. И мы не могли долго принять закон. Потому что для того, чтобы работала Федеральная служба наркоконтроля, надо, чтобы вот это новое вещество назвалось наркотическим веществом и было включено в перечень наркотических средств, удовлетворённых постановлением повествов. На эту процедуру у нас уходило более полгода. В прошлом году дали нашему директору возможность такую уже определять самому. Всё-таки это действительно психотропное вещество, наркотическое вещество. И уже он определяет. И мы сразу же вступили в эту работу. И, в общем-то, уже все поняли, что не пройдёт. Это как раз после смертельных случаев, страшных таких вот в северных регионах. Ну, показывают по телевизору, да, это часто. Потому что это действительно очень страшный новый вид. Дело в том, что вот даже, знаете, некоторые там что-то пытаются сказать. Помните, как раньше про марихуану говорили? Что вот это вот... Да, ну травка покурил немножко. Да, покурил. Расслабился. И утром встал, пошёл на работу. Не бывает, не бывает лёгких вид наркотиков. Вот, да, конечно, тяжёлые бывают. Вот этот спасет тяжелейший наркотик. Потому что, употребив его, можно с первого же употребления стать наркозависимым. И от этого, в общем-то, уже никуда не деться. И самое страшное, что этот новый вид наркотиков, он уничтожает действительно клетки головного мозга. И человек потом даже не помнит, кто его родители, кто его близкие. Вот, поэтому не думайте, я обращаюсь особенно, знаете молодёжь, потому что, в первую очередь, все эти наркодилеры направляют свою работу по сбыту своих наркотиков на молодёжную среду. Вот, пытаются как больше можно сбыть этот вид наркотиков. И также я не постесняюсь этого сказать, потому что я, прослужив 21 год в органах государственной безопасности, и с этой темой сталкивался. И могу сказать, что, в общем-то, это действительно нам объявлена та же самая настоящая нарковойна нашему государству, чтобы как можно действительно и подорвать демографический рост нашей страны. Всё это, поэтому мы должны быть умнее и как-то сдержанно относиться. И вот мы проводим эти профилактические мероприятия, вот даже мы проводили в селе Комсомольска, пусть всегда буду я, это мы проводили совместно с общественным советом, возглавляемец Цветковой Ирины Владимировны, председателем союза журналистов Самарской области. Общественный совет молодцы, они проработали программу. И вот эта вот акция, пусть всегда буду я, это ими разработано. Два раза уже они выигрывали гранты. И вот где мы собираем... А смысл в чём? Он вот собирает всех туда, знаете, вот и спортсменов хороших, и общественников. И вот люди, например, я там, там, брестлинг, например, он кружок свой. То есть это разбивается, идёт по нескольким там кружкам, и всё это так проходит. И вы знаете, там приехали чемпионы по танцам Латинской Америки. Ну, латиноамериканским танцам. Вот. И это всё, вот знаете, идёшь по вот этой вот огромной школе, селе Комсомольском, и это всё видишь, там секция работает, там секция работает. Потом дают открытый микрофон учащимся и говорят, ну, всё-таки как пошла акция? И они говорят захлёб, что это здорово, это почаще надо делать и притворять в жизнь. И тем более здесь самое, что интересно, Татьяна, и самое главное, да, что это вот не мы там, взрослые дяденьки, доводим до молодёжи, учащихся, о том, что такое хорошо и что такое плохо, а именно сверстник к сверстнику. Приезжают такие же люди, как они, ученики, ну, чуть постарше их, которые уже себя могли показать, стали чемпионами где-то кто-то мира, кто-то там России. Вот. И они показывают, что может добиться человек. Например, столько раз подтянуться там на турнике, сделать такое сальто, станцевать такой-то танец. Вот. И показывают это молодёжи, у них глазки сверкают на самом деле. Вот такие мероприятия надо проводить почаще. Да. Ну, вот это просто... Ну, вот, Александр Николаевич, вот этот вот крен на позитив в последнее время, акцент такой делается. Вот здесь вот спорт, вот здесь ещё какие-то увлечения. А как вам кажется, как специалист, то, может быть, об ужасах наркотиков тоже всё-таки, ну, вот о последствиях употребления тоже нужно говорить? Потому что сегодня все говорят только о хорошем. Мы знаем, мы знаем. А от этого, как, Наташа, никаких страшилок, ничего. Вот как? Раньше наркологи проводили, психологи, как-то было направлено на вот эти вот страшилки, как вы говорите. И показывали фильмы в школах везде о том, что может быть. Вот употребляешь ты дезаморфин, как это кусками мясо отваливается, всё прочее, страсти, мордасти. Как человеку ногу ампутируют живую, без наркоза, и он не чувствует, потому что всё атрофировано. Все уже ткани у него поумирали из-за этого употребления дезаморфина. Страшный был вид наркотиков, с которыми мы боролись, и победили его. Сейчас уже даже наркопритонов мы не можем найти таких, потому что, да, это страшное было явление. Это вот начиная с 2010 года, это пошли кодериносодержащие лекарственные препараты, которые в аптеках свободно продавались безрецептурно. И мы провели большую-большую работу, чтобы это всё рецептурно отпускалось в аптеках. И в результате вот эти наркопритоны, в общем-то, уже изжили себя и не стали себя. Вот эти были страшиловки, вот вы спросили, да, показывали эти страшиловки в школах, везде прочее. Нет, вы знаете, эффекта нет никакого. Всё равно им надо попробовать. А вот когда непосредственно пришёл человек, который его ровестик, ему 15, который где-то уже успел попробовать там, да, наркотик, не дай бог. Ну, я имею в виду, даже курит сигареты, пьёт пиво, например, да. И тут пришёл человек, который говорит, знаешь, вот смотри, я физически крепок какой, у меня вот такие мышцы, да я вот столько, а ты это сделай. Чего ты меня там просишь покурить там или где-то уколоться? Я не буду этого делать, потому что я уже веду здоровое. И сейчас, раньше, типа, говорят, вот это не модно, надо покурить, попробовать. Помните, золотая молодёжь ещё была во времена СССР, которая тоже Тихонова, Мордюкова, сын, вот умер от наркотиков. Это вот они элитной молодёжи, золотой молодёжью называли себя. И тогда вот этот кокаин пошёл в страну, как бы модно было. Но сейчас это не модно. Вот, дорогие телевизоры, в первую очередь, опять к молодёжи обращаюсь. Ну, не надо, это не модно. Модно – это вести здоровый образ жизни. Вот это вот мода сейчас, на сегодняшний этап. И хочу привести пример, даже есть у нас замначальника нашей специальной службы, спецназ, Архипов Владимир Александрович, которому 50 лет исполнилось, в 2013 году он стал чемпионом мира по самбо. В Болгарии. А в прошлом году, в 2014 году, это в свои уже 52, 51 год, да, он стал чемпионом России по самбо. Вот так. Вот просто вот, да, показать пример, что человек, несмотря на то, что ему шестодесяток лет, он активно ведёт образ жизни, занимается физкультурой, спортом, его не бросил. И вот такой физически крепкий. А ведь только в таких людях и страна нуждается в таких вот сильных защитниках, потому что столько у нас всеразличных врагов извне, которые хотят всё там, то территорию нашу отвоевать, то там где-то народ наш. Да, сегодня особенно обострилась вот эта ситуация. Да, поэтому, а защитники, защитниках мы нуждаемся. А нашей молодёжи защищать нашу великую Россию, быть на защите её. К нам поступают первые вопросы от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, ещё есть время. Антонина Михайловна сообщает, весь проспект Кирова и в 15-м микрорайоне, в том числе, торгуют алкоголем с 6 часов утра и до ночи. Ну, здесь торговля алкоголем, это что же зависимость? Да, ну, Татьяна Васильевна, да? Антонина Михайловна. Антонина Михайловна. Антонина Михайловна, да, это вопрос не к нам. Вы перепутали, я федеральная служба наркоконтроля. Здесь всё, что связано с наркотиками, психоактивными веществами, обращаться к нам с алкоголем. Это дело главного управления МВД. К вам они тоже приходят сюда на встречу и к ним обращаться. К нам с этими вопросами нет. Мы вот просто речь идёт о профилактических мероприятиях. Мы, да, проводим. А это вот вся работа, это уже участковых, уполномоченных, это кто в МВД работает. Хотелось бы ещё, Александр Николаевич, узнать ваше мнение по поводу того, стоит ли выявлять среди школьников, учащихся, тех, кто уже пристрастился к наркотикам, попробовал нарковещества. Как вы относитесь к этому? Вообще проводите сегодня вот эти тестирования? И уже в Минобразии закон принято проводить. Есть несколько видов этого тестирования. Есть социопсихологическое тестирование. Это когда школьник заполняет ответы на вопросы, будем так говорить. Ну, типа анкеты, как-то назовём её так. Ответы на вопросы. И из этих вопросов, которые поставлены, там можно где-то определить, ну, пускай курил ли он сигареты, пил ли пиво, употреблял ли наркотик. Вот это социопсихологическое исследование. Есть ещё исследование, проводят уже врачи-наркологи. Вот, это непосредственно тест-полоски. По слюне, ну, по биосредам, будем так говорить. Да, по слюне, да, вот это вот определяет любой вид наркотиков. Ну, что говорить. Эта тема, она всегда была и будет больной темой, остаётся, потому что здесь самое главное, особенно речь идёт о несовершеннолетних, невозможно провести это мероприятие, потому что нужно кучу разрешений получить. И чтобы там проводить, чтобы каждый родитель дал согласие. Ну, моё мнение, вы спросили, моё мнение такое, что, например, вот вы знаете, имел место случай в Екатеринобурге, когда один одноклассник целый класс подсадил на иглу. И всё-таки каждый родитель, я думаю, ну, что мы там ущемили его права, чада этого несчастного там по слюне не протестировали, да? Так это наоборот. А если где-то узнает, что его окружает наркоман какой-нибудь, это же наоборот будет. Да, но мы, конечно, не назовём эту фамилию, но просто попытаемся довести где-то до родителей, что вот примите меры, надо быстро, быстро. Это на ранней стадии выявится этот человек, и он не предоставит и своим же родителям хлопот, и окружению своему. Я подчеркнул, что бывает. В целом у нас статистика такая, если один наркоман завёлся в классе, он за год 6-7 человек втягивает. Вот поэтому и сами думайте, уважаемые родители, дать добро своему чаду. Потому что, как правило, вот если такое тестирование проходит, вы знаете, например, в классе 30 человек, образно, да, говорим, и где-то всего лишь около 10 человек проходит, а 20 человек не проходит. Ну почему? Да, это не могут заставить его. И потому что у родителей нет письменного разрешения на проведение вот тестирования. Даже вот социо-психологического тестирования, даже такого. Понимаете? Хотя вот я призываю родителей, вот с учётом того, что и проводится акция сообщения, торгуют смертью, надо на ранней стадии выявлять вот этих вот людей. Тогда легче с этим бороться. Понимаете? Мы выявили, и ему окажут помощь. Есть такая возможность. И видите, государство, несмотря на экономические трудности, которые нам там мировые страны где-то объявляют, объявляют, бойкот нам такой, вот, всё равно выделяются. А вот родители, которые узнали, выявили на ранней стадии, как вы говорите, вот что ребёнок начал что-то там принимать, что-то увидели, заметили. Вот часто бывает так, что они стыдятся этого, боятся, не знают, что делать. Стоит ли скрывать вот всё это? И какие вот первые действия? Вот мама, допустим, даже вот если она одна, нет отца, вот такие же тоже бывают ситуации. Так вот я вам привел пример, вот сообщение торговой смертью, акция проходит, вот они номера телефонов. Такие специалисты тоже есть. Вот эти специалисты и на сайтах, и везде. Вот позвонить и психологу, экстренная психологическая помощь, экстренная служба наркологов, позвонить им и по телефону даже узнать, что делать, и эти специалисты окажут помощь. Да, потому что даже не знаешь, вот, как себя вести, то ли кричать, ругать, то ли уговаривать, то ли дружить, то ли запрещать. Вот как, что делать? Ну вот надо на эти телефоны звонить. И психолог скажет. Да, но дело в том, что об этом всё равно никто же не будет, не врач-нарколог, у него тоже есть и врачебная тайна, и в конце концов есть тайна такая, которая, ну, нельзя разглашать нам эти фамилии, да? Вот, и им окажут эту помощь. Консультацию в любом случае получить можно. Консультацию, да. И в Тольятти, и в Сызрани. Три таких государственных есть у нас, который вот сейчас уже прошёл в конкурсе отбора, областной реабилитационный центр расположен на улице, где этот аэрокосмический... Университет. Нет, нет, не университет. Где завод был, наш... Масленникова. Ну, где вот, например, где ЦСКВ «Прогресс», там находится вот этот вот центр. Стебнев, там, директор этого центра, там действительно, потому что они прошли отбор, там они могут уже оказать помощь. В общем-то, на наш сайт, если зайдёте, вы там найдёте уже помощь. То есть без поддержки не остается. И самое главное, хочу... Вот почему я объявил эти деньги, которые там выделяются, да? Это самое главное, что сейчас проводится конкурс вот некоммерческие и общественные организации, которые будут в этой сфере работы, в сфере реабилитации, ресоциализации. Предлагать и работу. То есть он прошёл реабилитацию, ему дадут какую-то работу. Он за это будет получать, там, денежки. Вот. И вот этот вот центр, вот эти НКО, сейчас они проходят конкурсный отбор. Создана комиссия межведомственная в аппарате областной антинаркотической комиссии, это работает вот эта комиссия, которые вот эти вот люди, которые создают эти НКО, приходят и непосредственно подают заявки, устав, положение, регистрацию проходят. Эта комиссия выезжает, смотрит, все ли там санитарные обеднички, там, нормы соответствуют, противопожарные. Ну, вот это всё. И самое главное, есть ли там вот эти специалисты по оказанию помощи наркозависимым, чтобы как-то их избавить от зависимости. Ну, обязательно, конечно, такую сферу нужно контролировать, и это будет на государственном уровне контролировать. Это будет на государственном уровне контролировать. Следующий вопрос, проводилась ли проверка в чайных и кальянных, что там они заваривают и как? Особенно на остановке Гагарина, сообщаю, на Авроре. Ну, проводилось и проводится. Дело в том, что мы регулярно проводим рейды по ночным клубам, и действительно находим там наркотики, и находим там людей в состоянии наркотического опьянения, везём их на Победу 90. Это у нас там непосредственно как раз филиал. А вот вообще, можно после такой вот проверки, если вы кого-то обнаружили, закрыть такую чайную или кальянную? Ну, а как же? Дело в том, что раз представление выписали, ему, например, нашли у него, там двух-трёх человек отвезли на Победу 90, врачи-наркологи подтвердили, что они находятся в состоянии наркотического опьянения, и ещё дали какого наркотического, или героин, или опи, или синтетика, да, то непосредственно на него составляется административка, привлекает его к административной ответственности этого. Я речь идёт, я подчёркиваю, несовершеннолетних. Вот. И выписывается, раз поймали, делать предупреждение, второе представление, а потом и закрываем к адрине фене. Да, потому что, конечно, это нужно пресекать. Следующая реплика от Александра... Ну, сообщайте опять на телефон доверия, я говорю. Если, например, у вас есть такая информация, что там в кальян, может быть, ту же марихуану подсыпают. Дело в том, что за этим же тоже не уследишь, поэтому, если там есть такая информация, вы сообщите, мы тут же приедем, отреагируем, и... Ну, вообще, конечно, страшно уже что-то и есть, и пить, потому что была недавняя информация о каких-то булочках. Нет, мы сейчас уже в кальянной, как правило, видите, везде... В маковых булочках тоже что-то обнаружили. Изжевает себя. Ну, вот сейчас мы начнём с маковыми булочками бороться. Давайте тогда поедем, все наши кандидерки позакрываем к адрине фене. Тут уже тоже, да, сообщают, что вот... Знаете, имел место случай, у нас даже было заявление, обращение гражданина, что он съел там булочку с маком, там, от палочи, его гаишники задержали, и выявили у него, что он находится в состоянии наркотического пьянения, а он сказал, что он съел булочку с маком. Ну, ведь это же абсурд. Ну, что вы там, просто уже он сам себе ищет оправдание, пишет нам жалобу на сотрудника АВГАИ, что вот они не правы, помогите, я бы булочку с маком съел. Но если показывают, извини, по булочке с маком, ну, никогда это всё не будет. Да, ну, каждый конкретный случай расследует. Ну, если ты там съешь 5 килограммов этого зерна мака, может, что-то покажут. Итак, Александр Иванович считает, что социальная реабилитация для наркоманов сегодня неудовлетворительно проводится и не отработана. И как будет решаться эта проблема? В этом году, сообщает, вот именно в этом году он такую оценку ставит. Я еще раз подчеркиваю, да, вот эта работа, как и всякая другая работа, когда с момента развала страны нашей, ведь раньше, понимаете, ведь всё было, даже были и ЛТП принудил, принудительные вот эти вот методы, когда мы на людей, на алкоголиков, на наркоманов, ну, сейчас это всё запрещено, нет. А вот ваше личное мнение, нужно принудительно лечить таких людей? Ну, вообще-то, вы знаете, вот моё личное мнение, да, это моё личное мнение, я почему подчеркиваю, да, сейчас опять уполномоченные где-то вмешаются, скажут, вот, ты там говоришь в эфире, а я говорю своё мнение. Если, например, сосед алкоголик, он достает всех, не только там, свою семью, он достает всех соседей по клетке, там, а еще хуже наркоман, и к нему там и ходят, и шприцы, и всё прочее. Ну, как это, не реагировать? Он, конечно, всем мешает. А ему говоришь, пойдём лечиться, пойдём пройдёшь лечение, пойдём прождёшь реабилитацию. А он говорит, а я не больной, да, отвалите вы от меня. И никто ничего сделать не может. И мы, видите, если раньше, например, даже за употребление наркотиков могли привлечь к уголовной ответственности, сейчас идёт административная ответственность. Ну, кроме того, сейчас-то вот вступил в силу федеральный закон 313-й, и мы-то самое главное теперь, понимаете, а если раньше наркоман, например, 6, 9, 20, 20, кодекс административного правонарушения, если привлёк наркомана, что он употребил наркотики, вот, значит, что следует, какое наказание суда всегда? Либо там где-то на 15 суток его закрывают, арест такой выносит ему, либо там 4 тысячи, 5 тысяч штрафов. Вот. А что такое 4-5 тысяч штраф? Ведь ему надо эти деньги где-то взять, это получается, что он опять пойдёт, суд ему выменил это, такое решение, да? Он пойдёт, ведь опять совершит новое преступление. Где-то у кого-то телефон украдёт, кого-то там где-то слугит, извините за выражение, по голове, и украдёт что-то, понимаете? Вот. Поэтому вот здесь и им суд сейчас меняет такое решение, это постановление написано, да? Прими лечение. То есть выбери ты, ты не иди под арест, ты не плати штраф, иди, пройди курс лечения, пройди, надо тебе будет реабилитацию, всё, на блюдечке с голубой каёмочкой. То есть выбор есть у него, у человека. Да, ну не понимаете, хорошо он говорит, я приму. Приходит, суд отправляет это решение в наркодиспансер, отправляет нам, да, своё решение о том, что вот Иванов Иван Иванович, мы ему приняли такое решение, пройти лечение. Мы должны отследить. И пришёл, а он не пришёл опять туда. И вот начинается, опять начинаем его поиски, его разыскивать, где он. А он прописан в одном адресе, а живёт совсем по другому адресу. И вот это всё очень трудоёмко, и мы говорим наоборот, вам государство делает всё. Вы проходите лечение, избавляйтесь от наркозависимости, и уже общество повернулось к вам лицом. Раньше как-то, а, наркоман, там рукой махали. Сейчас нет. Сейчас давно все знают, что это болезнь, которую надо лечить. В этой точке, что общество повернулось лицом, и это действительно факт. Наркозависим. Мы закончим сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное за такую информацию профилактическую. Думаю, что она была полезна нашим телезрителям. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова